Пришел на собеседование, в шорт, в футболке, то нет ничего невозможного. И это классно работает. 15 лет работает, когда я работал как папа Карло. Сложно, сложно. Надо результат давать. Надо результат дать. Вперед, успех, нам это нужно. Ребят, всем привет. Сегодня мы приехали в офис компании M-Vector. Это крупнейшее центрально-азиатское агентство маркетинговых, социологических исследований и прочих услуг такого рода. Зачем мы сюда приехали? Для того, чтобы брать интервью у управляющего партнера этой компании Наиля Хайбулина. Мы находимся в холле перед входом в их офис. И здесь вы можете увидеть много прикольных картин. Они приурочены к 25-летию компании, которая состоялась буквально месяц назад или около того. Вы просто представьте, 25 лет сервисная компания B2B из Кыргызстана существует и масштабируется по всему миру. Поскольку часть съемки здесь, она такая спонтанная, поэтому вы слышите левые какие-то звуки. Мы на это повлиять не можем, потому что люди ходят, работают, пользуются лифтом и все такое. Наиль нас уже ждет, поэтому мы заходим внутрь и начнем с ним общаться. Кадрами удался. Проходите. Кстати, это первые съемки для моего канала в формате интервью. Я никогда это не делал. Я люблю общаться с людьми, мне это интересно, но на видео это абсолютно новый опыт. Здорово. Давай поздороваемся. Хотя бы так виделись. Представься вкратце и расскажи, где мы, кто вы. Меня зовут Наиль Хайбуллин. Я генеральный директор и управляющий партнер. Собладелец компании Invector. Это компания, которая занимается маркетингом и социологическими исследованиями. Мы работаем на рынке с 97-го года. В этом году мы отметили свой юбилей, 25 лет нашей деятельности. Я там был, мне понравилась тусовка. Мы планируем вообще этот фестиваль, который ориентирован на семейное проведение, детское педае. Family Children Oriented мероприятие. Делать регулярно и ежегодно. О, кайф. И будем рады, если наши партнеры, друзья присоединятся к этому начинанию. Ну, у нас в Пекло Студию ждите. Да, было круто. Что на чем? Покажешь, расскажешь, да. Добро пожаловать к нам в офис. И я сейчас проведу экскурсию и покажу наш производственный процесс, как мы работаем, чем занимаемся. В первую очередь, я хочу начать с географии наших проектов и наших работ. Компания Вектор зародилась в 97-м году, 25 лет назад в Бишкеке. Это кыргызская компания. Я очень горд тем, что в Кыргызстане, в Центральной Азии есть такая компания, которая географически очень серьезно выросла за этот период. Потому что у нас есть офис в Таджикистане, у нас есть офис в Узбекистане, у нас есть офис в Казахстане, плюс информационный центр в Канаде. И вот почему здесь красненьким, это фокус на Центральной Азии. Потому что это наш основной корр-рынок, но мы осуществляем свою деятельность через наших надежных партнеров по всем странам, которые выделены красным цветом. На текущий момент это и Азербайджан, страны Кавказа, это и Монголия. Были также консалтинговые проекты в Малавии, в Африке, в Бангландии. Прикольно, занесло вас. Сейчас мы недавно реализовали небольшой проект в Польше. То есть географически мы очень амбициозны, не ставим себе какие-то ограничения. И наоборот, это наша ключевая компетенция, что нам клиенты доверяют управление мультистрановыми проектами. Sorry, у меня вопрос. Ты сказал информационный центр Канада. Как вас туда занесло и что такое информационный центр? Потому что мой партнер, со-основатель компании Invector, он некоторое время назад переехал достаточно давно в Канаду. И открыл, зарегистрировал там Вектор Канада. И поскольку на Западе технологии развиваются быстрее, инновационные какие-то методы, которые до нас еще не доходят, уже актуальны и они по ним работают, мы черпаем знания, методики с Запада, непосредственно, допустим, из Канады, со штата, и имплемитируем их в Кыргызстане, в Центральной Азии. Мы стали первыми, кто начал проводить опросы, перешел с бумаги на планшеты. Он сейчас очень большой парк, и мы собираем данные, опрашиваем людей на планшетах. Мы были первые, кто организовал колл-центр и начал проводить опросы по телефону, я вам покажу, как это все выглядит. И вот если говорить о мечтаниях и обо всем остальном, мы сейчас... Здесь все в красной покрасили, хотя бы в синий, потому что вот здесь такая страна Китай, достаточно большая. Видно это на карте, я жду, не дождусь, когда мы реализуем проект в Китае, чтобы вся большая Евразия... А при посылке уже есть наработки, поэтому... Но мы над этим работаем, потому что мы как бы частные компании, мы работаем по запросам, и как только появится какая-то компания или кто-то из наших, может быть, клиентов, наших партнеров, будет заинтересован в выходе на рынок Китая, мы можем оказать содействие, мы можем провести соответствующие исследования на этих рынках. Круто, круто. Пойдем дальше, пока расскажешь. Сейчас покажу вам колл-центр. Это наш колл-центр. Мы разработали свой собственный уникальный софт, который позволяет проводить телефонные опросы. Ребята, девочки, мальчики полностью hands-free. Как раз-таки сейчас они опрашивают одного из респондентов, и вся эта информация идет нам на сервер. То есть это такой инструмент сбора первичной информации, а дальше мы ее анализируем и превращаем в аналитические отчеты. А айтишная команда у вас большая? Кто это все обслуживает? Да, у нас есть айти-менеджер, тоже очень крутой чувак, который работает удаленно, но контролирует все наши процессы. И есть айти-специалист, который здесь непосредственно ходит и решает текущие какие-то вопросы. То есть их два всего? Да. Прикольно. И такую инфраструктуру обслуживать, поддерживать это круто, мне кажется, оптимизировано достаточно. На самом деле у нас очень большие планы, амбиции и те проекты, которые мы могли бы реализовать. Но основное ограничение это в грамотном менеджере, который бы загорелся и вместе с нами начал воплощать эту идею. За сто процентов, за сто процентов. Что, пойдем дальше? Да. Хотел бы показать вот наш такой еще не до конца доработанный, но это уголок HR. Здесь мы отмечаем именинников, приветствуем наших новичков, обозначаем людей с соответствующим опытом, если какие-то памятные даты есть. Ну и плюс, такая эмоциональная часть, мы проходим каждый день по несколько раз мимо этого стенда. Наши пожелания. Да. И здесь все питаемся вот этой позитивной энергией. А это две картины. Как раз таки мы организовывали фестиваль в Супоре. И здесь вот наши пожелания. И вот Рома тоже, ты был у нас. И вот наши. Да. Оставил свой след. Я думаю, офис это отражение. Там топ-менеджмент, сотрудничество и все остальное. То, что мы двигаем и совсем недавно мы тоже разместили вот такой баннер, картину. Это Эдвард Эрл Пьюрингтон, который написал свою книгу «Триумф человека. Действия» в 1898 году. Была опубликована в 1916. И мне очень нравится тот посыл, который здесь фигурирует. Потому что именно даже неосознанно мы действовали согласно этим принципам. И потом это было сформулировано на бумаге. И нашло такое пересечение с нами, с нашей командой, с нашей движущей силой. И мы решили это отразить, потому что люди проходят и могут знакомиться с этим и вдохновляться. Клево, клево. У меня тоже желание наш офис обустроить. Какие-то цитаты, фразы, мне кажется, это клево, когда ты мимо проходишь, подсознательно звучишь. Мы с конца 2018 года в этом офисе, и вот только сейчас, найдя соответствующий месседж, найдя соответствующую фразу, мы ее разместили здесь. Буквально там несколько месяцев назад. Круто, круто. Здесь, ребята, дальше. Да. Следующий кабинет наш, это бэк-офис. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь наша команда тех людей, которые воплощают все эти идеи и оказываются действия для того, чтобы мы могли свою основную услугу, свой основной бизнес выполнять на 100%. То есть, вот это, по большей части, креативная часть, которая продумывает, что… Да, это точно так же, как и я. Я называю это сервисная структура. Мы помогаем нашим аналитикам, нашим менеджерам, проектам качественно реализовывать свои проекты. У нас, собственно, есть дизайнер, все эти крутые вещи. И воплощены HR-директор, HR-ассистент, менеджер по маркетингу. Мы сейчас в поиске директора по маркетингу. Так что имейте в виду. Кстати, да, ребята, кто хочет в классную команду устроиться директором по маркетингу, если бы у меня не было бизнеса, я бы к ребятам пошел, они классные. И плюс, вот у нас есть IT-менеджер и IT-специалист как раз в США. Респект за поддержку в одно лицо всего вот этого вот, ну, почти в одно лицо. Очень круто. Погнали дальше. Показать вот тоже история 25 лет успеха, мы назвали этот плакат. Начало бизнеса в 97-м году. Первый проект наш стоил 200 долларов по тому курсу, это, наверное, 1006. Какой у вас средний чек сейчас? Сейчас, ну, все зависит от того, это маркетинговое либо социологическое исследование. Маркетинговое. Маркетинговое исследование, я думаю, от 3000 долларов до 20-30. Да, в зависимости от запросов, в зависимости от объема, в зависимости от той задачи, которую к нам обращаются, чтобы мы решили. И вот первый проект, как раз-таки основатели навигатора, они обратились к моему партнеру, например, того, куда инвестировать, какого формата заведения необходимо открыть. И после нашего проекта, как раз-таки появился навигатор, это тоже, как сказать, греет душу. Блин, клево, это суперламповое место в Бишкеке вообще. И после этого мы начали активно завоевывать географически, вот открыли офис в Таджикистане, далее наш офис в Торонто, после этого офис в Казахстане. И сейчас мы открыли офис еще в Узбекистане в прошлом году, работая там уже 12 лет через наших партнеров. Интересный комментарий. Вот 7 лет, вот столько существует мой бизнес. И глядя на вашу историю, я понимаю, что у меня все только начинается. Да. Это мотивирует. Даже у нас все только начинается, на самом деле. Мы четверть века на рынке. И я чувствую, что на самом деле это только начало, и мы можем достичь гораздо больших результатов и горизонтов. Четверть века, мне кажется, для интеллектуальной компании с интеллектуальным трудом, бизнес-то бизнес, это прям супер серьезные показатели. Поэтому вы реально уникальный кейс. Я рад, что ты первый человек, кто пришел на канал на сетке. Мы тоже примем от нашей гордости. Мы стали компанией ГОААА по версии, по мнению Амчан, американская торговая палата, это было в 2011 году. Мы являемся членами в профессиональных ассоциациях. И Самар это топовая, я не знаю, супер ассоциация, самая крутая, самая главная, которая объединяет более 6000 индивидуальных консультантов и более 550, сейчас, наверное, больше корпоративных участников. И мы работаем по их стандартам. Главный штаб, штаб-квартира в Голландии находится. Какое количество стран она охватывает, примерно, по резидентам, по участникам? Ну, я сейчас не могу сказать, но на самом деле, начиная от тех, кто занимается исследованиями и консалтингами, они понимают, что Самар это бренд, это соответствующие критерии и параметры. И мы получаем на самом деле, через базу и суммар, мы там тоже состоим предложение сотрудничать из африканских стран, из стран юго-восточной, из латинской Америки. И, как бы, безусловно, сохраняем в себе, как только у нас появится какой-то проект, мы, безусловно, обратимся к нашим партнерам этой ассоциации. Супер. Также индивидуально мы являемся членами ВОПОР, это Всемирная Ассоциация Исследователей Общественного Мнения, это уже такое более научное направление, объединяющий профессорский состав, там пишутся научные работы. И вот как раз таки с 10 по 15 ноября, если не ошибаюсь, то ли в Объединенных Арабских Эмиратах у них будет конференция 75-я, юбилейная, да. И представители нашей компании, мой партнер, как раз таки они к нам будут выступать, не просто участникам, он будет рассказывать про Центральную Азию, что же здесь происходит, социально-экономический, политический контекст. Серьезные ребята, круто. И вот тоже предмет нашей гордости, это клиенты, мы как аналитики, как специалисты разделили их на несколько групп. Первый это донор университета государственной органы, в тех странах, где мы присутствуем, мы работали практически со всеми донорами, международными организациями, которые делают вклад позитивный в развитие нашего общества, развитие нашей страны, экономические, преобразования. Также международный местный бизнес, то есть крупные компании и средние компании, которые планируют выйти на наш рынок. Сейчас очень крупная одна международная компания также к нам обратилась, и ее интересует выход на рынки Кыргызстана, Таджикистана и Монголии. И здесь вот это вот мой кабинет, как-то отражение моего внутреннего процесса. Вот это стиль. В этом году мы с ним были в Латинской Америке, и меня вот эта картина зацепила, я привез ее с Кубы. Тебе сложно ее было ввести, то, что ты пипец, ты ее? Нет, нет, она же была завернута. Точно, точно. Я просто ее привез, тоже кубинский автор. Всего их 54, вот одну из них я взял, то есть можно... И чем она меня зацепила? Классическая фотография Че Гевары, там у него звездочка на лбу, на его беретке, а здесь же, видите, эта звезда в виде сурикена, вот ему в лоб. Вытекает кровь. Да, как бы... И я как это интерпретирую, для себя объясняю, да, а стоила ли вся эта революция, да, которая была на Кубе, того не очень хорошего положения граждан, в котором сейчас страна пребывает. За всю свою жизнь я не запомнил ни одного лета какого-то, да, что прямо у нас фиксировалось. Вот 2022 год, лето, это то лето, которое у меня осталось в памяти. На конференции, ивенты, тусовки надо ходить обязательно. Это реально клево. Плюс, вот хотел бы показать, эта картина, этой картине 15 лет, в 2007 году мы нарисовали Шаршта, та команда, которая работала на тот период. И вот это я, пришедший в компанию на позицию самого младшего аналитика, улыбающийся, не седой. И вот это вот тоже такое напоминание, как раз-таки три партнера, Юрий, Роман и я, мы сейчас продолжаем работать и двигать этот бизнес. А сколько из этих людей до сих пор в команде, кроме вас троих? Никто. Бывает. Потому что, ну, 15 лет, потому что это пришло. Хотя у нас есть, вот Маргарита, руководитель отдела сбора данных, это как раз-таки отдел, который работает с интервьюерами, супервайзерами, операторами, кто организует людей, собирающих данные, опрашивает людей. Она еще дольше компании, потому что она как раз-таки 25 лет, она участвует у нас, начинает с самых первых проектов, по позиции интервьюера. Вот сейчас она возглавляет отдел. А ты 17 лет в компании, да, если бы я не звонил? Я пришел в компанию 4 сентября 2006 года. То есть, по факту, 16 лет в этом бизнесе. Круто. Кусто, 25 лет, респект просто. Да, да, и вот карьерный рост бешеный, да. И вот здесь девочки как раз-таки организуют работу супервайзерами с каждой области, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, свои супервайзеры, которые организуют работу команд. Они в штате или под проект привлекают? Под проект, да. Но у нас проектов достаточно, и как бы из проекта проектов они переходят. Постоянно загрузку, ребята. Не в штате парт-таймеры. Вот операторы то же самое, да, мы их организуем, и вот девочки как раз-таки реализуют эти проекты. А вопрос, ты говорил, ну, около 100 человек в компании, если память не изменяет. А это все, это и парт-таймеры, и фултаймеры? Это штатные. А парт-таймеров еще больше? А парт-таймеров под 800 человек во всех странах. А, ничего себе, круто. Вот супервайзеры у нас, допустим, нет. Это серьезно. Ваше у нас представительство есть, да, в Джалабаде у нас тоже небольшой офис, где мы провели инструктажи. То есть, если мы их учитываем, ну, под 100 человек. А люди, которые непосредственно операторы, ходят по домохозяйственному, опрашивают их под 800 человек. Вот с тех странах, где мы присутствуем, где есть наши офисы. Нам менеджить все это дело непросто. Это наш open space, но он тоже зонирован. Ребята, они работают с базами данных, делают сверку, чистку, программируют анкеты для телефонных опросов, программируют анкеты для планшетов, строят таблицы, диаграммы. И вот там в дальнем уголке есть отдельный астролог, это отдел контроля качества. То есть, ребята… Сколько человек там сидит? Сейчас там 4 человека, но это вполне достаточно, потому что мы делаем контроль собранных данных, интервью, аудиозаписи, все, проверяем на логику, на соотношение для того, чтобы, несмотря на то, что наша команда интервьюров, она уже прокачана, знает наши стандарты, подходы, мы не останавливаемся и продолжаем осуществлять контроль, для того, чтобы я мог со стопроцентной вероятностью или со стопроцентной гарантией говорить, что все данные, которые мы собрали, они объективно, достоверно и действительно были собраны. Клево. Отвечали настоящие люди, никакой не фейк. Библиотека, в рамках которой мы тоже, да, ребята могут почитать, что-то взять те, кто интересуется дальнейшим развитием своих компетенций в области менеджмента, тайм-менеджмента, да, каких-то там project-менеджмента. Предоставляем эти ресурсы и условия для этого. Небольшая зона отдыха, кто хочет там, кто подушал. PlayStation не хотите поставить себе? Ну, некогда, некогда. И это наш малый конференц-зам, если большой занят, мы также здесь проводим встречи, какие-то обсуждения, обсуждаем какие-то проекты. Клево. То есть сейчас наш офис позволяет как раз-таки воплощать все наши мечты, все наши производственные процессы с точки зрения обсуждения, с точки зрения комфортного пребывания. Да, даже мы вот ковролин специально здесь постелили из шумоизоляции. Да, уютно ходить, приятно. Очень уютно, да. Все, чтобы я, как сервисная структура для наших ребят, сотрудников, старался обеспечить такой комфорт в работе. Потому что здесь мы проводим от 8 до 14 часов ежедневно. Конечно. Это надо давать условия, это важно, 100%. А вопрос, офис практически, ну вот насколько я вижу, забит. То есть там еще несколько людей, условно, там десяток, может два, наймете. Нет, мы не сможем нанять. Да. Какие планы расширения, типа там, в другой точке города? Я придерживаюсь принципа того, что прежде чем нанимать нового человека, нового сотрудника и расширяться, так скажем, да, количественно, есть огромный потенциал, или большой потенциал к тому, чтобы делать тем же самым количеством людей, работать более эффективно. А это вопрос выявления узких мест, это вопрос развития компетенции. То есть, чтобы тот же самый человек в единицу времени мог делать больше. И это эффективнее, да. Да, то есть он растет как профессионал, он растет по карьерной лестнице, его зарплата растет. И как бы структурируется работа, и мы не множим хаос, не структурированный или неэффективный, так скажем, да. Мы сначала до максимума отрабатываем имеющиеся потенциалы, имеющиеся возможности, и когда мы уже видим, что доходим до предела, или вот-вот доймем, тогда мы привлекаем нового сотрудника. Логично, здраво. Вот по этому принципу. Поэтому я думаю, что потенциал текущего офиса, но как минимум еще 2-3 года, я так думаю. Но хочешь размешать Бога, расскажи ему о планах. Может быть, мы дальше будем стрелять, дальше будем развиваться, что там на следующий год потребуется новый офис. Я не знаю, загадывать не буду. На этом вроде бы все, да, посмотрели? Да, на этом все. Остался только конференц-зал. Сейчас мы туда переместимся. Спасибо за экскурсию по офису. Интересно рассказал, чем вы занимаетесь. Давай теперь больше поговорим про тебя. Первый вопрос. Давай просто интро о тебе. Сколько лет? Чем в детстве интересовался вообще? Как у тебя все проходило? Становление карьеры? И один из моментов в личной беседе ты упоминал, что у тебя в детстве в семье были, ну, сказать, не самые благоприятные, что ли, условия. То есть, если можешь, тоже об этом упомяни. Окей. Мне 38 лет. Я работаю в компании 16 лет. То есть, я пришел сюда, когда мне было 22 года. Сразу после университета, сразу после защиты диплома. Я заканчивал славянский университет, КРСУ. Специальность «Математические методы исследования операции в экономике». А до этого я закончил 61-ю школу. То есть, какой-то математический бэкграунд, который, допустим, для нашей работы важен, он у меня имелся. Я вырос в простой, обычной семье. Папа у меня работал на ТЭТСе. Мама работает в строительной компании с Мечицей. То есть, звезд с неба не хватали, финансовые были стабильны, но не очень обеспечены. И, не знаю, не было никогда такого желания просто заработать денег или что-то еще. У меня была внутренняя уверенность, что жизнь все расставить на свои места. Надо просто хорошо трудиться, работать, заниматься тем, что нравится, тем, что хочется. Хотя, сейчас анализирую, и я не могу сказать, что я в детстве о чем-то таком мечтал. Стать космонавтом или стать аналитиком-исследователем. Даже завершив университет, тоже сильно не знал, чем хотел бы заниматься. Просто понимал, что выбрав такой путь, как-то математический, аналитический, думал, что, скорее всего, буду заниматься этим. Потому что я писал свою дипломную работу в одном из банков, мне предложили остаться на работу, но мой хороший знакомый позвонил и сказал, что есть вакансия аналитика в компании «Инвектор», которые занимаются исследованием. Ничего, так скажем, глубоко я не знал. Пришел на собеседование в шортах, в футболке, такой уверенный, что у меня уже есть работа. Ну, давайте я посмотрю, что это за компания. И вот посмотрел, поговорил с ребятами, разобрался, чем они занимаются, что за ребята, что за компания. Сколько на тот момент компаний уже существовало? В 2006 году я пришел 9 лет. 9 лет она работала, и я пришел на позицию самого младшего аналитика, и с того момента началась моя карьера, началась моя работа на текущий момент в моей компании. Слушай, а на тот момент, когда ты трудоустроился, начал работать в Алт, ты подозревал, что ты станешь партнером? Нет, нет. Я думаю, что отработав несколько лет и демонстрируя соответствующий результат, а результат был потому, что мне это нравилось, работа. Я действительно предлагал какие-то инновации, улучшал на том фронте, которым я занимался, предлагал какие-то идеи в рамках своих отчетов, в рамках своих предложений, в рамках коммерческих предложений, участвуя в тендерах. Мне всегда хотелось что-то улучшить, что-то изменить, каким-то образом сделать апгрейд. И я думаю, что просто партнеры, которые на тот момент владели компанией и руководили, они это увидели и спустя какое-то количество лет предложили стать партнером. И какую-то долю мне подарили, а какую-то долю я выкупал. И вот на текущий момент мы равноправные совладельцы, партнеры и вместе развиваем этот бизнес. Вас трое сейчас? Нас трое, да. Один партнер сейчас находится в Соединенных Штатах в Америке, второй партнер в Канаде, где у нас офис. И здесь, как я это вижу, такой основной движущей силой человек, который остался в Кыргызстане. Ваш покорный слуга. Клево. Если говорить об эграунде еще, я проработал в компании 5 или 6 лет. В 2011 году я получил второе высшее образование, также славяне, это менеджмент. Но я туда пошел, просто заскучал. Какое-то хотелось сменить обстановку, это, можно сказать, как хобби. Там я нашел очень классных своих подруг, друзей. У нас такая команда, сформировалась компания, 5 девчонок. До сих пор мы дружим. Всех своих любимых девушек я выдал замуж, при мне они все вышли замуж, да, это очень круто. И у меня есть еще третье образование, я получил MBA в высшей школе бизнеса МГУ, именно Лавоносова. Ты физически там присутствовал или онлайн это был? Да, до сих пор есть такая программа, когда каждые полтора-два месяца ты выезжаешь на неделю на 10 дней, то есть получаешь лекции, знания, практику, потом возвращаешься и изучаешь материалы, готовишься, пишешь работу. И вот так вот на протяжении двух лет, раз в 9 или 10, раз я выезжал в Москву и как раз таки получал MBA. Вопрос, заговорили про высшее образование, насколько ты считаешь это ценным в жизни и насколько тебе полезного дал университет, что ты применяешь в работе? Я думаю, что мне много полезного дала 61-я школа, да, мой, вообще даже начать с моего первого учителя, который вложил какие-то базовые знания, интересные знания, потом классный руководитель средней школы, она преподала математику, геометрию, стереометрию и все, и каким-то образом так все складывалось, что сама жизнь вот так меня ввела в аналитическом, математическом каком-то направлении. Что касается высшего образования, безусловно, я думаю, мне это помогло с точки зрения расширения кругозора, с точки зрения каких-то базовых знаний, но является ли это супер необходимым на текущий момент в рамках генерации поколения Z основным базовым условием, я думаю, что нет, да, потому что мы смотрим на кругозор, потенциал, человеческие личностные характеристики, соображалку, и если есть какие-то такие важные для меня, важные для нашей компании характеристики, принципы человека, да, то мы можем взять и без высшего образования, если какой-то бэкграунд, опыт, понимание, да, там, умение работать, желание работать, на это смотрим в первую очередь. А остальному всему, каким-то процессам, техническим вопросам мы можем научить здесь. Сто процентов. Почему спросил, меня из универа отчислили, я быдло без высшего образования. Ну, я думаю, что ты в той когорте людей, как, не знаю, да, там, и Цукерберга, и всех остальных. Я надеюсь, что я приближусь к этим слизисткам. Да, есть слизистка, да. Сто процентов. Расскажи подробнее про свой опыт становления партнером. Как-то твоя жизнь поменялась на до и после, как ты себя вообще почувствовал, какие эмоции испытал, вау, я партнер, я совладелец крупной такой машины. Конечно, это льстило, да, я думаю, что мой партнер совершил правильный такой, знаешь, логический какой-то шаг, что поделиться частью и вместе дальше работать, это гораздо лучше, чем все держать при себе. Увидев этот потенциал, увидев ту энергию, да, ту пейшн, страсть и желание работать и развиваться, и развивать компанию, он предложил, да, стать партнером спустя какой-то период времени. И такой, с точки зрения стратегии и для себя лично, для компании, я думаю, он сделал правильный выбор. Я в компании прошел по всем карьерным ступеням. Младший аналитик, аналитик, менеджер проектов, руководитель отдела исследований, директор по исследованиям, генеральный директор. И вот я точно не могу сказать, на какой позиции, будучи менеджером проектов или руководителем отдела исследований, я стал совладельцем, начиная с маленькой какой-то доли. И потом эта доля наращивалась, наращивая, я ее выкупал. Клево. А вот по поводу выкупа доли, если не секрет, есть как бы оценка компании, когда ты для внешнего мира даешь ее, а есть оценка внутренняя. То есть вы там по-свойски как-то договаривались по-своему условию. По внутренней оценке, потому что я думаю, на тот момент компания стоила гораздо больше. Но здесь вопрос был не заработать с этого партнерства, скажем, а наоборот вовлечь и заинтересовать, и стать действительно круто. Вовлечь вот в эту орбиту, и чтобы когда ты работаешь над чем-то своим, то ты еще больше прикладываешь усилий. 100%. Да, энергии. Но для того, чтобы стать партнером, необходимо прикладывать усилия, энергию, чтобы тебе вообще рассмотрели или как увидели в тебе потенциалы и интерес. Клево. Заговорили про энергию. Ну и кстати, у меня такой же подход в бизнесе. То есть я готов делиться с ребятами, я это делаю, и это классно работает. То есть мне кажется, это единственный такой правильный вектор, чтобы развивать бизнес. И когда я работал даже, не будучи партнером, мне это нравилось. И инвектор до сих пор остается той площадкой, где принимаются идеи, которые у сотрудников можно воплотить, в случае, если они обоснованы, они принесут пользу компании. То есть мы открыты, и тот, кто стремится, дерзает и нравится эта работа, он готов сам развиваться, делать соответствующий вклад. Я думаю, это та площадка, где можно реализовать свои амбициозные любые планы. Я тоже к такому стремлюсь, очень клево. У тебя карьера 16 лет. Что тебя глобально мотивирует? Почему? Ну, что тебе позволяет не опускать руки? И как восстанавливаешься? Как отдыхаешь? Несколько вопросов про восстановление, что меня мотивирует. Я думаю, что мою карьеру и вообще работу в компании можно разделить на две большие такие составляющие. Две большие составляющие, в том числе и временные. 15 лет работы, когда я работал как папа Карло. 15? 15 лет. Потому что сейчас, в последний год, я нахожусь в таком процессе какого-то внутреннего роста, развития, трансформации. Мы в этом, наверное, тоже поговорим. Но вот эти 15 лет я работал, не знаю, от 8 до 20 часов в сутки. Потому что, во-первых, я горел, потому что вот эти все амбициозные наши платные выходы на новые рынки, привлечения, мультистрановые проекты, улучшение качества наших услуг, какие-то идеи в области маркетинга, продвижения, коммуникации, переговоров и всего остального. Мне это нравилось, это шло как-то у меня изнутри, мне это удавалось, я думаю, неплохо. И это все постепенно-постепенно по кирпичику шло к тому, что мы имеем сейчас тот результат, который имеем. Плюс, я думаю, мне хватало какого-то такого терпения внутреннего. Не все всегда получалось, где-то я тоже и расстраивался, где-то не так быстро, как это хотелось, все работало. Но, не знаю, какой-то внутренний такой драйвер, внутренний движок, внутренний какой-то интерес, он сохранялся. Потому что, если тебе интересно то, чем ты занимаешься, ты ни о чем другом не думаешь, ты полностью сфокусирован на этом, у тебя постоянно возникают какие-то идеи, где можно улучшить, что можно еще придумать. Какие-то такие новые планы, новые интересные вещи. И другой момент, который мне всегда помогал, это вера в то, что нет ничего невозможного. Как бы это пафосно ни звучало, но на самом деле у консультантов есть такая поговорка, если не в дверь, так в окно. И если, допустим, не получился один путь, она тоже какая-то такая моя специфика, то ты сразу же думаешь, а как можно по-другому достичь этого результата. И если кто-то там отпускает руки или столкнувшись с каким-то первым барьером, первым каким-то таким, знаешь, камнем преткновения, он опускает руки и не верит, то меня это никогда не останавливало. И сколько проектов, сколько идей как раз-таки были воплощены даже... Через вот этот стержень. Стержень через эту веру, что все возможно, что просто, да, мы это сделаем, у нас это все получится. И я думаю, это вот помогало мне, помогало компании двигаться вперед. А как ты в итоге отдыхаешь? Что тебя там мотивирует? Может, какие-то приобретения интересные? У кого-то это машины, путешествия, поездки? Ну, это самая больная тема, благодаря которой я в том числе, да, когда ты сфокусирована полностью на бизнесе, на работе, да, и ты живешь вот этим, другие сферы, такие как, допустим, семья, дети, знакомые, друзья, родственники, родители, какой-то вот все остальные, хобби, да, они уходят на второй план. И это как бы та жертва, которую приходится платить, или, по крайней мере, в рамках моего пути мне пришлось немножко заплатить, да, и в течение этих 15 лет, то, что безболезненно, но я на это даже не обращал внимания, и как-то для меня это не было таким большим приоритетом. У меня есть любимая супруга, у меня есть двое любимых девочек, 4 года и 5 лет, и, безусловно, они были ущемлены в моем внимании, потому что не раз бывало, когда я здесь в работе, в каком-то стрессе приходил, мог и нарычать, мог как-то вот так вот безэмоционально, или там не дарить. Просто выжатый приходишь домой. Конечно, да, и это вот та жертва, даже не хочу сказать жертва, это то, на самом деле, что тот путь, да, который осознанно или неосознанно, да, ты естественным образом выбираешь. И сейчас же, если говорить про вторую часть, да, это вот я пришел к выводу, что необходимо что-то менять именно внутри, да, потому что либо какие-то там проблемы со здоровьем бы начались, да, какие-то семейные дрязги и прочее, прочее. И сейчас я понимаю, что я могу вносить такой же, а может быть и больший вклад, но уже несколько в другой роли, да, у нас сейчас есть опытные сотрудники, опытные менеджеры. Почему я говорил про терпение, что вот пришел момент, да, пришел момент, когда были наращены вот именно middle management, да, компетенции профессиональные, а самое главное ментальная готовность к тому, что эти изменения нужны. Если раньше я как с косой стоял и говорил, вот это давайте делать, это нам нужно и все остальное, кто-то понимал, кто-то не понимал, кто-то хотел, кто-то не хотел, это было, так скажем, непросто, да, как паровоз приходилось стянуть. Сейчас же на самом деле вот время прошло и терпения хватило, чтобы сами ребята все это осознали и сейчас они являются проводниками этих изменений, преобразований, потому что было прямым текстом сказано, ребята, та компания, которую вы сейчас построите, те бизнес-процессы, да, те улучшения, изменения, в такой компании вы и будете работать. Уже Наиль, стоящий с косой и говорящий вперед, нам это нужно, да, такого больше не будет. А я перехожу на какой-то другой уровень, да, и буду, безусловно, работать и поддерживать компанию, но другими способами, которые позволяют мне в том числе… Круто. Интересно пообщаться немного в сфере менеджмента компании. Можешь накидать там один, два, три примера каких-то челленджей именно в управлении, когда ты не понимал, как реализовать, собственно, решения, которые ты принял, и они там смогли вас вывести где-то на новый уровень, на новый рынок, то есть какие-то затыки, которые ты порешал. Есть что-нибудь? Ну вот, если говорить про себя лично, у меня как будто бы всегда внутри интуитивно был какой-то план, да, и понимание того, что мы это сделаем, и как к этому прийти, то есть трабл-шутинг или как-нибудь, да, то есть есть задача, и автоматически приходят идеи, как ее можно решить. Самым сложным для меня было, наверное, если говорить про период в компании, когда я очень жестко стрессовал, и это отражалось на семье, и это действительно была такая очень непростая ситуация. Когда я стал генеральным директором в 2014 году, да, 6 лет назад, и я был директором по исследованиям, руководителем, то есть в целом руководителем среднего звена, да, до этого был другой директор, и если у меня в отделе, в моем направлении все было четко, да, мой подход, и вот все там все отрабатывали, то сейчас я уже руководил всеми подразделениями, по которым мы сейчас проводили экскурсию, и бэк-офис, и финансовый отдел, и отдел сбора данных, и отдел консалтинга. Безусловно, здесь я сталкивался с сопротивлением, с непринятием, и плюс для того, чтобы компания как-то возродилась, переродилась, необходимо было закручивать гайки, каким-то образом, знаешь, превращать все это, систематизировать, а вот эти вот изменения, структуризация, какие-то такие правила, требовательности, все остальное Не всегда принимаются. Не всегда принимаются, или очень часто, так скажем, да, очень сложно воплотить, и были какие-то там случаи саботажа, были какие-то случаи такого невосприятия, и вот в эти моменты приходилось условно каленым железом, или своей какой-то волей неизгибаемой, и что бы ни происходило, тянуть, тянуть, тянуть. А ты больше жестко это делал, или ты там где-то кого-то там навстречу, на душевный разговор, вытянешь как-то? Конечно, я использовал весь такой инструментарий, да, безусловно, у нас компания, да, открытая, и в любой момент любой сотрудник может ко мне зайти, обсудить любой вопрос, да, то есть здесь нет большой такой иерархии какой-то, да, безусловно, всегда стараешься, в первую очередь, донести эту мысль, да, свою идею, объяснить, один, два, три, но не всегда это получается, безусловно, приходилось с кем-то расставаться, да, жесткие какие-то разговоры такие, да, неприятные проводить, и постепенно, 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 да, это как бы не за один год, за несколько лет, да, мы... Вопрос родился про жесткие разговоры, да, когда ты только начал их проводить, когда тебе нужно было все это внедрять, тебе тяжело они давались, или ты прям морально, эмоционально готовился, как-то разгонял себя сейчас, там, я пиздюлей, не знаю, буду раздавать, можно запикать. Я думаю, что... Или тебе окей, там, прийти, наорать? Безусловно, может быть, где-то дома или как-то еще это отражалось на моем каком-то эмоциональном состоянии, каком-то подавленности или что-то еще, но я никогда не боялся этих разговоров, я их не стеснялся и, как бы, вполне мог. Вот в одной из книг, которую я порекомендую, «45. Турок менеджера» есть тоже одна из цитат, одна из второвок, это руководитель, он должен не бояться и уметь идти на конфликт. То есть, да, неприятные вещи озвучивать, неприятные вещи требовать, да, проводить такую политику, если ее какой-то нет. Нет, это как дивизжерская палочка, да, невозможно все время быть жестким, твердым, надо весь набор инструментария в оркестре использовать, потому что с кем-то вполне легко и, понятно, можно поговорить, и он все поймет, и вперед. А для кого-то, наоборот, необходима какой-то такой жесткий или более такой, знаешь, разговор требовательный. Согласен. И, как бы, я думаю, что вот это какая-то требовательность. По натуре я перфекционист, старший ребенок и в целом, как бы, да, мой там бэкграунд, именно семейный, с детства и все остальное, контролирующий, требовательный и прочее. Проще это все сложилось, да. И вот эти все характеристики какие-то, да, они позволяли мне, как бы, не бояться и достигать того результата, прошибать какие-то, может быть, границы или... Потому что у нас есть результат, к которому мы должны дойти. Ребята, давайте мы будем думать, как его достигать. Вот, круто. Мы с вами сотрудничаем по одному проекту, в детали уходить не буду, но я заметил, если утрированно скажу или неправильно, обязательно поправьте меня. Но, грубо говоря, мы M-Vector, мы даем данные, мы делаем исследования, но ответственности там за принятие решения не несем. Что вы делаете для того, чтобы исследования и результаты вашей работы не остались лежать на полке, а чтобы они притворились в жизнь, привели к каким-то результатам? То есть для вас это же как портфолио цены, если это просто на полке, как бы, кому это надо? Ну, я сейчас сцен прокомментирую, да, на самом деле цены у нас достаточно приемлемые по сравнению, там, может быть, и с другими компаниями. В Центральной Азии, если мы берем СНГ, потому что здесь у нас задача не заработать, да, мы, конечно, должны обеспечивать себя, свои семьи, да, должны быть какие-то средства на развитие и реинвестирование этих средств, да, для освоения чего-то нового. Бюджет формируется на основании тех задач, которые стоят, той географии и того инструментария, который будет использован. Потому что при подготовке бюджета очень много факторов, которые необходимо учитывать, включая там результаты, которые клиент хочет видеть. Поэтому с точки зрения бюджетирования я всех приглашаю, да, те, кто еще никогда не сталкивался исследованиями, потому что это один из важнейших инструментов для принятия верных управленческих решений. Как на государственном уровне, так и на уровне развития своего там частного какого-то бизнеса. Те, кто это понимают, являются нашими регулярными, постоянными клиентами и нашими партнерами. Для одного из банков результаты нашего, нашей услуги, это оценка качества обслуживания. Они лежат в кипяе оценки, начиная от самого младшего кассира, заканчивая руководителем филиала. Да, то есть это встроено, прошито в их систему начисления премии и вот этих кипяев. Да, это тоже предмет нашей гордости, потому что мы более там уже пяти или семи лет работаем с этим финансовым учреждением. Название банка скажешь или секрет? Ну, я не знаю, можно говорить или нет. Я давайте не буду. Да, вот ты меня поставил. Конечно, мы заинтересованы, чтобы наши плоды, наши исследования, наши отчеты, они шли в работу. И есть два разных, условно, да, хоть и очень близких, параллельных видов услуг. Есть исследование, это опрос общественного мнения, либо анализ рынка, конкурентов, и это аналитический отчет. И, безусловно, есть рекомендации. Есть и также направление консалтинга, когда уже эксперты в той или иной сфере, в маркетинге, в сельском хозяйстве, в здравоохранении, да, или там в продажах, они дают свои рекомендации по тому, как это воплотится. И мы тоже вовлекаем экспертов, мы тоже даем такие рекомендации. Как мы можем повлиять или влияем ли мы на то, чтобы наши рекомендации, эти результаты были использованы? Это такой вопрос интересный. Почему? Ну, это грань ответственности вообще, да? Если, допустим, человек может поменять себя только сам, да, и мы не можем навязывать там какие-то наши идеи, решения, что, пожалуйста, или давайте, делайте это, вам нужно. Мы смотрим тоже, клиент заинтересован или нет, он действительно хочет какой-то изменить результат или нет. Если он хочет, то, безусловно, он сам может задавать вопросы, и мы всегда поддерживаем этих вопросов. Даже если это, там, да, и денег за это не возьмем в качестве рекомендаций, консультаций, потому что мы заинтересованы в развитии и Кыргызстана, и других стран, где мы присутствуем, в целом, в Центральной Азии, да, потому что это наша родина, мы здесь живем. Но брать на себя ответственность за воплощение этих идей мы не можем, потому что возникают вопросы, а как наши идеи будут воплощены, а каким образом, допустим, да, внешние факторы какие-то, да, то есть здесь нет каких-то гарантий, единственное могу сказать, что вот одно из наших следов, и поэтому повлиять на то, чтобы рекомендации каким-то образом соблюдались, или они воплотились, или были реализованы, это уже ответственность наших партнеров-клиентов, которые получают от нас аналитический материал. Четко. Если говорить, допустим, про пример какой-то работы для одного из заводов, работающих, да, в Кыргызстане, после проведенного нами исследования оценки рынка, потенциала, так скажем, да, продаж, объемов, доставки, всего, они планировали запустить новую линию строительного материала, инвестиции там по 3 миллиона долларов, и наша аналитика показала, что будет очень сложно отбить в текущих условиях эти средства, и они приняли решение пока не запускать эту линию, не брать кредит там у одного из доноров, и не знаю, чем это закончилось, допустим, возобновлять ли они эту идею, или, но, по крайней мере, мы вот сэкономим потенциальных. Круто, круто. Как раз, да, хотел задать этот вопрос, но ты ответил на него сам. Давай чуть-чуть поговорим про деньги. Восток дело тонкое. Мне кажется, дуть там где-нибудь со своими ребятами в другом регионе, он может, да, смело это делать. У нас, мне кажется, ситуация чуть другая. Больше проличная, вот есть ли у тебя момент, первая крупная котлета денег, когда ты прям вот получил, и когда это было, какой это был момент, на что ты их потратил? Не знаю, я каким-то образом вот работал, откладывал по чуть-чуть, да, потом встретил свою супругу, мы поженились, и у меня были какие-то средства, и я их пустил на свое образование, как раз-таки, да, это обучение в Москве, в высшей школе бизнеса, я думаю, такая первая моя, да, трата крупная, потому что там... Сколько примерно стоило? Обучение за два года стоило 20 тысяч долларов, да. Хорошая инвестиция. То есть проработав пять лет в компании, плюс, да, приходилось там все это откладывать, потому что... А компания проспонсировала или чисто на свои? Ну, я, да, я там, ну, отчасти получил кредит, там, суду, и постепенно потом еще возмещал, помимо того, что у меня было накоплено. Круто, круто. И, как бы, когда ты сфокусирован, сконцентрирован на работе, да, то ты здесь, как-то у тебя времени на мечтание, на какие-то, чтобы так я вот все заработал. У нас было предсвадебное путешествие, мы ездили, вот, тоже такие инвестиции, несколько стран Европы посетили, тоже зарядила. Сколько по времени? Ну, наверное, в районе 20 дней, наверное, мы посетили несколько стран, это была Франция, это была Италия, две страны, и, как бы, это было очень интересно, это была моя первая такая дальняя зарубежная поездка. Первая поездка, это вот 11-й год Москва, я, конечно, тоже был в восторге, мне очень понравился этот город. И потом, следующая поездка, это через два года мы поехали в Европу. Ну, я был в Европе две недели где-то, тоже был трип, но мне кажется, да, это достаточно такой серьезный расход, думаю, там, около 20-ки на такое путешествие. Потом мы вместе с супругой Неллей, да, мы вместе впрыглись. Нелля-Наиль, прикольно. Нелля-Наиль, вот так. Сестренка у меня Нелля, родители не заморачивались. И все, мы впрыглись, и потому что у нас не было квартир, у нас не было машины, и мы как бы призвали себя в армию для того, чтобы, да, обеспечить себе жильем. И так вот работали над тем, чтобы вот создать себе какие-то минимальные или какие-то там, да, определенный уровень комфорта такого бытового. И вот, я думаю, туда уходили какие-то вот средства первые. А есть примеры каких-то бесполезных, но кайфовых трат? Типа вот можно было не тратить, но ты типа пофигу я куплю, не знаю, супердорогая одежда или там какой-то сувенир, что-то вот. Я сейчас этому учусь, да, потому что вот эта вот экономия, потому что я, я же говорю, из небогатой совершенно семьи от цехи, да, рабочая, крестьянская. И поэтому умение тратить деньги, не сожалея или каким-то образом, да, это не так просто, потому что все время экономили, все время каким-то образом откладывали на что-то, на что-то. И только вот последний год, как раз почему я говорю разделение на до и после, да, я сейчас учусь прислушиваться к себе, учусь прислушиваться к своим желаниям, учусь каким-то образом, да, если тебя зацепила какая-то вещь, пожалуйста, да, ты ее купи, несмотря, ну, конечно, это не миллион или, я не знаю, там, не сотни тысяч, или там не десятки тысяч или сотни долларов, да, но, как бы разрешать себе, если тебя это цепануло покупать. Расскажу просто пример, да, мы когда открыли офис в Узбекистане, мы с своим партнером Юрием поехали как раз-таки, да, там, посетить наш офис, побеседовать с сотрудниками и съездили в Самарканд. И заходим в сувенирный магазин, и я сразу же обратил внимание на очень классно исполненную такую подделку, это гранат, вот такого размера, и он прям как будто настоящий. Из дерева или металлический? Нет, это был керамический, разрисованный, очень классная работа, прям он вот такой большой, и очень классно смотрелся бы у меня на моей полке. У меня уже было несколько тарелочек, у меня уже какие-то сувенирчики взял, и я первую ее увидел и ходил, думал, блин, купить, не купить, вроде бы у меня и стоит, тоже, я не знаю, в районе 50 долларов это стоило, на самом деле, да, плюс-минус, да, и я вот менжевался, ходил, думал, думал, заходит Юрий, увидел ее, все, я ее беру. Понимаешь, и вот потому что понравилось, да, захотел, и он это взял, потому что это будет приносить ему такое какое-то вдохновение, радость. И я сейчас нахожусь в таком, учусь мечтать, учусь путешествовать, учусь наслаждаться жизнью. Прикольный момент, мы с тобой, не знаю, из разных крайностей, то есть я всегда зарабатываю деньги, я куда-то на тачки, на путешествия, там, на шмотки какие-нибудь, потому что тоже из бедной, ну, из очень небогатой семьи, и мне хочется вот это все, но навык откладывать деньги, как-то думать о будущем и не жить сегодняшним днем, вот у меня тоже последний год, там, два, он начал только прорабатываться, то есть мы в таких вот сразу сторон к этому идем, да, чтобы баланс найти, клево. Чуть, вот если рассказывать, какая-то такая эмоциональная, хотя сейчас я начинаю сомневаться, правильно ли я сделал или нет, мы там, не только я, да, но и вот тесть, теща, им привет большой, люблю, уважаю, и мои родители, мама тоже, там, папа целую, задумывались о том, чтобы, я задумывался о том, чтобы дочки подрастают, и было бы классно, такая моя тоже мечта, было бы классно, чтобы они там месяц, два, три проводили на Иссыкуле. Как-то эта идея появилась, и все ее поддержали, заинтересовались, начали даже прорабатывать вопрос, покупка, если не коттеджи, то, может быть, квартирки или чего-то еще на Иссыкуле, и потом все, как-то, знаешь, такая, это был эмоциональный такой посыл, что лето, классно, туда-сюда. И потом побеседовать со своими друзьями, они мне посоздавали какие-то вопросы, и пришло осознание на самом деле, что боженька уберег, хорошо, что я этого не сделал. Сейчас, конечно, ситуация поменялась, да, все коттеджи заняты, но, потому что это отвлечение внимания, отвлечение ресурса, ты управлять этой недвижимостью, сдавать в аренду и бла-бла-бла, я очень рад, что не совершил эту покупку, потому что средства, пути небольшие, но все равно они замораживаются, и самое главное, это экономия твоего внимания, отвлечения, решения этого вопроса, то лучше это время и энергию направлено на что-то другое. Круто, круто. Кстати, ну вот, про твои личные доходы и подход к финансам, ты куда-то реинвестируешь, не знаю, там, акции, крипта, что-нибудь, или как-то у тебя все в бизнес возвращается, в работу? Да, если говорить в целом о каких-то там дивидендах возможных или прибыли, которые получает компания, на протяжении всех этих лет мы реинвестируем в развитие компании, в новых направлений, в сотрудников, потому что мы понимаем, что именно так необходимо поступать. Мы еще пока не доросли до такого уровня, чтобы можно было просто брать и изымать средства из компании, потому что, вот я же говорю, мы стали первыми, кто, да, у нас сейчас серверное оборудование, такое как в сотовых операторах, только меньшего уровня и размера, да, то есть все эти операции происходят на нашем сервере. Мы сейчас задумываемся о том, чтобы открыть, там, колл-центр в Казахстане, а это тоже требует больших инвестиций, да, потому что это расширение нашего. Открытие офиса в Узбекистане тоже требует ресурсов, то есть мы все средства, которые получаем, мы впускаем в развитие бизнеса, да, и что касается моих личных каких-то финансов, я поддался панике, когда вот начались эти события, да, вот с Россией, Россия, Украина, да, вот эта вот война и прочее, прочее. И когда начало трясти, так скажем, экономику там всего мира, никогда раньше не рассматривал, но вот задумался о диверсификации. Если раньше использовал какие-то там депозиты, такие стандартные, то я небольшой суммой, просто чтобы попробовать, что это такое, вложился в криптовалюту и вот обратился в компанию Freedom Finance, да, в качестве такого акционера, прикупить каких-то акций, просто чтобы понимать, что это такое, потому что они давно приглашали этот рынок. На какую сумму скажешь вложился или секрет? Ну, я скажу, да, крипта это в районе там трех тысяч условных единиц и акции в районе пяти тысяч. Три тысячи условных единиц в биткоинах или в долларах? Да, в долларах, да, да. Да, хорошие уточнили. И пять тысяч, так, но это как бы большая сумма, которую я готов не то, что потерять, положил, забыл и дальше не занимаешься этими средствами. Круто. Если не секрет, сколько денег в месяц у тебя уходит, ну, вот наличные расходы базово, там, без путешествий, без каких-то сверх затрат? Типа, сколько тебе нужно для комфортной жизни? На самом деле, достаточно скромно мы живем, да, там, я не гнушаюсь, там, одеться, сходить над рудой, пожалуйста, да, то есть не по бутикам, потому что я достаточно просто отношусь к одежде, тем более поддерживаем крыганскую швейную промышленность. Я покупал футболки, которые стоили 220 сом, и мне как бы не стыдно их носить, потому что они отличного качества, да, и мне для этого не нужна. То есть, привыкнув к скромности, да, вот, начиная с детства, я не ведусь на какие-то там бренды или что-то еще. И поэтому здесь базовые продукты питания, бензин, школа, детский сад, да, там, единственное, они, конечно, частные, потому что государственные сейчас сложно попасть, и там под 40-50 человек не хотелось бы для своих детей такого. И вот если просто просуммировать, про стандартные бытовые такие вещи, можно выйти в сумму, которая уходит у меня в месяц на такие расходы. Ну, полторашка, наверное, где-то. Нет, гораздо меньше, на самом деле, да. Как так люди живут? 10-15 тысяч, это вот сколько там, детский садик, да, там, в районе 15-17 тысяч это школа, бензин, и все. Поесть, закупиться. Конечно, какие-то там покупки мы совершаем, в Альберис, какие-то вещи такие все, но это достаточно скромно. Клево. Я просто понимаю, что лучшие средства, которые, допустим, остаются, да, их инвестировать в путешествия. Путешествия развивают свой кругозор, позволяют общаться и знакомиться с интересными людьми, зарождаются новые идеи, связанные с бизнесом, текущим моим, да, связанные с какими-то новыми бизнесами. Потому что сейчас, вот если про расходы говорить, да, достаточно было недешево съездить в Латинскую Америку, мы вот просто с партнером решили себя вознаградить в рамках нашего такого юбилея, 25-летней поездкой в этом году в Латинскую Америку. Он с супругой съездил в Перу, Коста-Рика и Куба. Я не попал в Перу, либо Перу меня не ждет, либо я не был готов в Перу. Я прилетел в Коста-Рику и на Кубу. И вот после поездки, да, сейчас... Сколько там пробыл? Ну, в среднем, наверное, дней 7, Коста-Рика 8, наверное, и потом на Кубе плюс-минус то же самое, вот в районе двух, там... Кайф. В районе 20 дней, наверное. Сколько примерно, какой бюджет на такую поездку закладывать? Я хочу просто... Ну, я не хотел бы озвучивать, да, потому что поездка, она может быть более выгодная, более дешевая и дорогая. Почему? Потому что... Не сколько у тебя, а от примерно скольки? Ну, я думаю, нужно рассматривать там от 3-5 тысяч долларов. Потому что дорогие билеты, особенно, если заниматься этой поездкой заранее, планировать, то можно купить более билеты по выгодной цене. Потому что у меня все это было в последний момент и получение виз, и покупка билетов, потому что у нас были серьезные, большие проекты, и я не мог отвлекаться и был центрирован на работе. Круто, круто. И вот я про что начал говорить, что съездив туда, да, и вдохновившись их творчеством, мы сейчас планируем привезти кубинских художников в Кыргызстан и, возможно, в Центральную Азию, потому что есть очень уникальные работы, уникальные художники, тоже привыкли, что это к нашему юбилею. Но самое главное, это такой обмен культурами, да. Казалось бы, когда мы, как граждане Кыргызстана, в Центральной Азии, сможем увидеть там работы кубинских художников, и вот это невозможно, это бы не родилось, если бы, да, не было там каких-то путешествий и открытости твоего сознания какого-то, да, вот к этому миру и тем возможностям, которые возникают. Клево, клево. Давай переключимся, чуть-чуть поговорим про слово «выгорание». Оно существует? Ты веришь в него? Конечно. Да. Выгорание, превращающееся в депрессию, это я очень сильно прожил, да. Сколько? Оно у тебя волнами качали на протяжении лет? Нет, я думаю, что я находился в таком состоянии по нарастающей на протяжении лет трех-четырех, если не пяти. Жесть. Да. Последних, так скажем. Ну, трех-четырех, это точно. Сейчас как? Сейчас, вот последние, наверное, полгода, год я из этого выкарабкиваюсь, нахожу для себя новые какие-то такие горизонты или какие-то интересы и вновь наполняюсь энергией, которую планирую дальше инвестировать, реинвестировать опять же в развитие компании. А что тебя держало в тот момент, в момент жесткой депрессии и выгорания, чтобы не бросить все, сказать, да, фиг с ним, я вообще просто все буду сидеть дома, ничего не делать? Ну, потому что я верю в компанию свою, да, желание того, что, да, необходимо дальше двигаться, развиваться. Я не могу подвести свою команду, да, я не могу подвести своих партнеров, клиентов и внутреннее желание расти, развивать бизнес. Это все. Вот на этом, хотя было очень мало энергии, очень мало сил и я продолжал. Я постепенно, даже не осознавая, приходил к такому состоянию, что что-то не так, что-то это, знаешь, почему-то я несчастен, так скажем, да, или не получаю того удовольствия и наоборот вынужден, работать, потому что есть обязательства, сверх ответственность. И вот сейчас я потихоньку, потихоньку перехожу на другой трек, себя пересобираю, переузнаю и вот мне кайфово в этом состоянии. И плюс обстоятельства, опять же, дотерпел, команда подросла, самостоятельность какая-то появляется у ребят и звезды сошлись. Супер. Хотя я мог, допустим, исполнительного директора взять гораздо раньше, но не было переключения в голове, то есть я, никто кроме меня, допустим, не сможет лучше сделать, или мне нужно обязательно контролировать как-то это. Когда этот щелчок произошел, тогда до него тоже надо дорасти. Все это, все это закрутилось, завертелось и сейчас совершенно по-другому все происходит. Круто. Как и в какой момент произошел щелчок, когда ты понял, что все, я готов делегировать, я готов где-то отпустить вот эти ввожи и посмотреть, как оно само покатится. Расскажи, я думаю, я дошел до определенной точки, когда я говорил про ущерб и про фокус на одной сфере, именно на работе, развития бизнеса, потому что я горел этим и продолжаю гореть, и все мое внимание было санитрировано на этом. Я супруге говорил, вот сейчас этот проект закончен, и я буду больше времени уделять. Сейчас мы проведем условно юбилей. По чаще, чаще, чаще. Да, чуть потерпи, потерпи. И это никогда не заканчивалось. И очень много сил уходило, и все это как бы... А щелчок, ну да, произошел. Супруга пошла на психологию, гништальт-терапия. И спустя несколько месяцев я пошел, и вот 6-7 месяцев я ходил, тоже был искренне, рассказывал, очень классная группа у нас, собралась в привет, девчонки. Да, я там был единственным мужчиной, им было очень интересно узнать мужскую точку зрения, на ту или иную ситуацию. И я очень много ему от них научился и проникся, каким образом ситуация в семье, каким образом ситуация на работе, какие-то факторы, которые повлияли на этих успешных, красивых девчонок, и каким образом, да, вот мы разбирали различные, очень страшные такие стучи, и я впитывал это по капельке, да, потому что у меня уже девочки подрастали, одна из причин в том числе, почему я пошел на психологию, потому что хотел, чтобы они были счастливыми, и вот я у этого все увидел, и начали происходить какие-то внутренние такие изменения. И на одном из таких, на одной из такой сессии, там два дня она длилась, с 11 до 7 вечера, я очень сильно на себя разозлился, да, я очень сильно на себя разозлился, прям у меня так злость поднялась, Наиль, как ты себя до такого довел? Ты вне ресурса, ты, у тебя нет энергии, ты вот, допустим, да, там все время думаешь о ком-то, тык-тык-тык-тык, о всех вот этих сферах, а не думаешь о себе. Я думаю, вот с этого момента пошли какие-то такие внутренние изменения, да, когда я начал смотреть на себя, прислушиваться, вот работать вот в этом направлении. Клево, клево. Ну, я вот тоже начал. Спасибо тебе, что ты первый гость на интервью, или мы у вас в гости, там непонятно. Наверное, один из заключительных вопросов. Расскажи про карьеру в МВектор для молодых специалистов. Какие возможности есть у ребят, вкратце, возможно, кого-то это заинтересует. И условно, если человек с нуля придет, на какой доход в среднем он может выйти через год, на какую зарплату? Я думаю, что непростой вопрос с точки зрения, знаешь, Я понимаю, есть индивидуальность. Да, да, я думаю, просто здесь вопрос, какие цели у специалиста, который приходит на эту вакансию, или к нам, у нас есть вакансия аналитика, у нас есть вакансия project manager, в зависимости от опыта, от компетенции. Аналитику возьмем, как смешно. У нас принцип такой, что цыплят по осени считают. В компании можно зарабатывать, можно зарабатывать хорошо, но не сразу, а по результатам. То есть, если ты действительно занимаешься, вкладываешься, растешь, развиваешься, приносишь какую-то пользу компании, мы, как руководители, это все видим и оцениваем. Если ты рассчитываешь прийти сразу на 500 долларов, к примеру, то, конечно, можно попробовать, если ты несколько языков знаешь, у тебя есть знания в project management, ты умеешь управлять проектами, у тебя хороший аналитический бэкграунд, так скажем, то ты можешь получать такую заработную плату и на начальном уровне, но это нужно продемонстрировать и даже на собеседовании все понятно, зрелая личность или нет, насколько мы можем. А если ты просто студент, и некоторые выпускники некоторых университетов страдают этим очень завышенными ожиданиями и самомнением о себе, то, к сожалению, ты сразу такую зарплату не будешь получать. То есть, если ты молодой специалист, студент, у нас от 20 тысяч до сом в месяц можно получать на испытательном сроке. И дальше уже, безусловно, идет рост после испытательного срока, который длится 2 месяца. Ты можешь рассчитывать на большее, в зависимости от того, как ты себя показал. Потому что компания на самом деле инвестирует, особенности мы говорим про молодых специалистов, свое время, свою энергию, свои средства в то, чтобы развить сотрудника, развить специалиста. Понимаешь? Потому что только через год, возможно, у кого-то чуть пораньше, через 9 месяцев, молодой специалист может... он вылупляется и начинает приносить какую-то пользу. Да, какую-то пользу. И на самом деле вот эти все... Потому что у нас очень непростой бизнес. То есть очень много аспектов, нюансов. Требуется внимательность, требуется какая-то такая, знаешь, математический склад, умение коммуницировать. Потому что наши аналитики, они не просто пишут аналитические работы, а спустя какое-то время они коммуницируют с клиентом, они решают вопросы. То есть они уже сами, как менеджеры, как, знаешь, руководители своего проекта. И в зависимости от того, как они с этой ролью справляются, мы и устанавливаем заработную плату. Помимо этого у нас есть система премирования, система грейдов и все остальное. Это у нас учитывается. И если ты приходишь для того, чтобы заработать сразу много денег или на высокую зарплату, ну, да, я думаю, что... Сложно. Сложно. Надо результат давать. Надо результат дать. И еще многим сотрудникам и вообще соискателям мы людям рассказываем, что зарплата это просто одна часть, которую компания тратит, время руководителей, время других сотрудников, рабочее место, налоги, вся вот эта штука. И там может от зарплаты быть еще 2-3 зарплаты на одного сотрудника. Это вопрос просто в том, какая... Если не прошивка базовая, а во что ты инвестируешь, так скажем, да, если ты инвестируешь и понимаешь, что здесь есть потенциал, как твоего личностного роста, профессионального роста, карьерного роста и всего остального, и ты готов какой-то период времени действительно инвестировать свое время, может быть, не за сверхсупербольшую зарплату, но ты понимаешь, что это тебе принесет через пару-тройку лет возможность стать руководителем отдела, возможность, допустим, переехать потом в Узбекистан, чтобы возглавить какое-то направление и реализовать какой-то свой собственный проект. Если вот эта вот установка внутренняя есть и ты готов работать, вот это те люди, это наши по духу, которые здесь закрепляются, которые здесь растут и развиваются. А если ты пришел просто на год для того, чтобы пересидеть, получить какие-то компетенции, но уметь научиться считать и все остальное, ты также будешь получать средненькую зарплату, и это сразу для людей, профессиональных руководителей сразу видно, насколько человек горит или не горит. Абсолютно аналогичная ситуация. что сейчас в компании сформировалась такая корпоративная среда, такая эмоциональная среда, такая культурная, такая, что у нас просто замечательная команда, просто замечательные ребята, которые... Никаких, безусловно, какие-то, может, разговоры есть, но каких-то слухов, какого-то... Очень командная работа, взаимоподдерживающая, и просто dream team. Как получилось такое построить? То есть, ты постоянно транслируешь миссию ценности, это через разговоры больше, или там у вас костяк какой-то основной сформировался, который тоже деливерит вот эти ценности? Я думаю, это как круги, которые расходятся. Безусловно, я думаю, это... Хотелось бы думать, что это проявление или какое-то отражение руководителя, если он исповедует какую-то ценность, заточенность на результат, какой-то, неприемлемый каких-то слухов и всего остального, нет ничего невозможного. Мне кажется, что от руководителя очень многое, что зависит. И если ты разделяешь такие принципы, такой подход, то твое ближайшее окружение, там, middle management, остаются те, кто разделяют те же самые ценности, потому что среда отторгает других, невозможно сработаться, либо ему будет некомфортно, либо тебе не будет комфортно с ним работать. И, соответственно, если middle management такой же, то дальше от него уже это все расходится на сотрудников. Но совершенно я, знаешь, не исключаю и общаюсь, стараюсь, по крайней мере, в силу своего загруженности поддерживать какие-то отношения, взаимодействия, даже просто такой small talk с людьми, которые только пришли в компанию. Ты всех знаешь по имени? Вот я недавно столкнулся с таким моментом, когда я приехал особенно вот с Латинской Америки, да, много пришло растем, много пришлось новичков, и не всех я знал, да, но мы съездили недавно на корпоратив, на Иссыкуль, да, это такая очень крутая, объединяющая вещь, и я думаю, что те руководители, которые не вовлечены в какую-то такую корпоративную жизнь, да, или просто относятся к этому как формальному какому-нибудь мероприятию, просто вывести, чтобы они там потусили, да, они совершают такую большую... Согласие. Это я не хочу никого осуждать, это не ошибка, они просто упускают возможности, возможности, вот такие, да, таким образом наладить контакт и зарядить своих ребят на новые свершения. 100%. Что бы ты сегодня посоветовал себе 18-летнему или 20-летнему вкратце? Блин, сейчас? Вот даже не знаю, знаешь, видя свой такой путь, 15-летний призыв в армию, работа, ущерб каким-то таким другим... Ты в армии служил? Нет, призывать себя в армию, это так, да, Угандапаса есть выражение, если ты хочешь добиться какого-то результата, у него прям есть такой тренинг, ты их должен на два года отбросить все и чисто заниматься какой-то работой. Тогда с большей вероятностью тебя ждет какой-то успех. А чтобы я себе... И мне сложно сейчас как-то давать советы себе 18-летнему, потому что у меня вот тот путь, который я прошел, конечно, может быть, где-то я бы что-то сделал по-другому, но не знаю, эти изменения они бы привели меня в ту точку, где я сейчас нахожусь. Меньше работать, к примеру, там, не позволили мне добиться того результата, который сейчас я и компания имеют. Мне кажется, это самый крутой ответ, потому что какой смысл оборачиваться назад? И как бы я принимаю, я понимаю, я осознаю сейчас, как это все было. И вот мой этот первый период, 15-летний, он на самом деле, мне кажется, позволил сейчас мне более спокойно каким-то образом задумываться о себе, может быть, больше путешествовать или более масштабно мыслить, разговаривать. И прям я жажду общения с интересными людьми, которых я могу чему-то научиться, с кем я могу чем-то поделиться. То есть у меня сейчас основной мой вопрос как раз-таки начать жить, начать... И это не тусовки, это именно интеллектуальное, это такое общение, это, знаешь, очень много у нас крутых ребят, с которыми хотелось просто побеседовать, поговорить, и вот быть на одной волне. А этого я был лишен в течение этих 15 лет. Мне классно, что мы с тобой сейчас общаемся. Да, если говорить, допустим, про советы, рекомендацию не себе, 18-летнему, а молодым начинающим предпринимателям или кто может быть находится в каком-то пути, это даже не совет или рекомендация, потому что может быть у них получится как-то подруга. У каждого свой путь. Да, да, я просто что хочу сказать, что не так много по статистике предпринимателей, я не знаю, там 1 или 5%, кто может быть предпринимателем. Но если ты задумался стать предпринимателем, ты должен понимать, расскажи про свой путь, да, и как я к этому пришел. мне пришлось на эти условно плюс-минус 10-15 лет быть полностью сконцентрированным, сфокусированным на работе, на идеях, на горении, то есть этим жить. Это я себя не заставлял. Так получалось, естественно, мне это нравилось, я кайфовал от этих достижений, от каких-то новых проектов. Мультистрановой проект на 10 стран, вау, как круто, телефонные вопросы мы запустили, вау, как круто. Понимаешь, а давайте мы будем в Монголии проводить исследования, у нас же там нет, найдем партнеров. Это вот на этой энергии, как бы, она тебя поглощает в ущерб хобби, здоровью, семье, общению с друзьями. То есть вот эти все какие-то другие важные моменты в моем случае, да, мне приходилось ими не жертвовать, просто я даже не осознавал. Понизить в приоритете. Понизить в приоритете. Это не было осознанное решение. Это как бы такая правда жизни, что приходится или они сразу уходят на второй план. И вот те, кто хотят заниматься предпринимательством, да, и хотят задуматься об этом, или может быть этим работают, должны оценить, а готовы ли они вот к таким, условно, такой жизни или к такой вовлеченности, вот в эту горение, вот в этот бизнес, свой бизнес. Или же, наоборот, есть другой путь, где ты, безусловно, можешь состояться как предприниматель, как бизнесмен, соответствующий уровнем. И селенин, и друг хороший. И при этом, как бы, для найдя такой баланс свой, да, семья, хобби, друзья и все остальное. И вот я... Знаешь таких людей? Знаешь таких людей? То и преуспели в чем-то, и при этом все остальные сферы жизни? Это вопрос, знаешь, такой осознанности понять, потому что, говорят же, смелый рай и шалаши. Если у тебя, ты осознанно идешь на то, что я буду более гармоничен во всех этих сферах, и мне, в принципе, я понимаю, что, возможно, это не позволит мне как-то там зарабатывать миллионы, но я буду счастлив при этом. У меня будет полная жизнь моя такая, интересная, да, и мне этого достаточно. И вот просто моя такая рекомендация, да, это просто подумать, да, над тем, какую жизнь ты хочешь выбрать или как ты хочешь на ближайшие 10-15 лет. Хотя я не исключаю, я не исключаю, может быть, третий есть путь, сохраняя этот баланс, добиваться соответствующего результата. Ну, вот. А вот знаешь таких людей, у кого так получалось? Ну, при том, что я понимаю, что со стороны сложно оценить жизнь человека, то есть там где-то картинка, может быть, идеальная пара, идеальная семья, а внутри там у всех, мне кажется, дичь какая-то, может происходить, кризисы временами и так далее. Или все-таки примерно есть такие люди в окружении? Я тебе не могу сказать, знаю ли я таких людей, потому что все это время я сконцерировался на работе и как раз хочу сейчас вырваться из этого. И вырваться, я хочу разнообразить свое общение этими людьми. И вот, может быть, я у кого-то и найду такой образец и порекомендую тебе для следующего интервью, как добиваться суперрезультатов, находя, будучи в балансе по всем этим сферам. Круто, круто, круто. Было бы интересно. Давай зафиналим. Фильмы и книги, которые тебя больше всего вдохновили, что можешь посоветовать? Кратко, самое первое, что вспомнишь. Я вот какой-то не могу назвать какой-то фильм, хочу сказать просто, что мне нравится. Какие сериалы, какие фильмы мне нравятся. Мне нравятся исторические и политические сериалы, где неважно, это политик, либо это бизнесмен, либо это какой-то человек, он находит решение, находит какие-то выходы из безвыходной ситуации. Очень крутой сериал «Карточный домик». То есть как совершенно в разнообразном контексте человек, это не очень позитивный герой, но мне нравится, как он верит в то, что он делает и он находит вот эти пути решения добиться какого-то результата. Плюс есть сериал «Босс», если я не ошибаюсь, правда, один сезон про мэра города Чикаго как-то так. То есть он тоже сильная личность и он находит решение из нестандартной ситуации. Вдохновляет. Да, политические сериалы такие исторические, не знаю, Рим или какие-то такие вещи тоже. Мне нравится антураж, мне нравится эта атмосфера. гладиатор вот такие. То для души, это тоже для души и плюс поиск каких-то. Это дополнительно подкрепляет, что какая бы ситуация ни была, всегда можно найти решение, всегда можно добиться результата. Единственное, я просто инструменты использую более добрые, позитивные, чтобы никому ущерба не было. Это противоречит моей философии. В тот момент, когда я пришел брать интервью, ты говоришь, «Рома, у меня для тебя есть классный вопрос, чтобы ты задал во мне». Респект тебе за идею. Я буду, наверное, у всех, не наверное, буду у всех гостей спрашивать. Скажи, пожалуйста, с кем бы ты хотел встретиться из ныне живущих людей и почему? Какой-то развернутый интересный ответ. Думаю, тебе есть чем поделиться. во благо. Спасибо, я думаю, это очень круто, классная идея. С кем бы я хотел встретиться из ныне живущих, я думаю, первый это такой попсовый ответ, это Илон Маск. Для чего? Для чего? Потому что я хотел бы, чтобы мы с ним могли обсудить, или я мог презентовать идею того, чтобы Кыргызстан стал первой точкой в Центральной Азии, куда бы он привел свой проект Starlink, беспроводной интернет, потому что Кыргызстан это очень горная страна, 90% составляют горы, плюс Кыргызстан может стать таким стартом, началом для того, чтобы эта технология и вот Starlink он начал распространяться по всей Центральной Азии не только, потому что рядом с нами еще и Монголия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и в Кыргызстане как раз таки есть все возможности для того, и есть креативные ребята, есть идеи, есть желание, очень сильная IT-индустрия, единомышленники, которые эту идею не то, что восприняли на ура, мы ей живем, у меня есть знакомые, друзья, предприниматель, Даниэр Эмиль, который прорабатывает эту тему и я хотел бы оказать содействие в том, чтобы рассказать побольше о Кыргызстане о наших возможностях. А как ты себе эту встречу представляешь, где-нибудь кальян посидеть, в чайхане, или вот тут? Я думаю, что Илон очень занятый человек, график у него насыщенный, но вот сейчас открывается возможность, я лечу в Штаты благодаря АМЧАМ, Американской торговой палате, и как раз таки мы сейчас готовим презентацию, состоится встреча, не состоится, но удача приходит тем, кто к ней готов, и мы сейчас готовимся, готовим классную презентацию, рассказывающую о нашем проекте, о нашей идее, о том, какое бы мы могли оказать содействие, насколько это важно для Кыргызстана, для страны, и в целом для нашего региона, Центральной Азии. Есть еще такое понятие Большая Центральная Азия, куда входит еще и Монголия, Устан и Афганистан, и вот этот проект мог бы быть успешным, быть полезным, и действительно принести доступ к интернету гораздо большему количеству людей, которые, к сожалению, сейчас не имеют такую возможность. Ты рассказал про пользу для Кыргызстана, а для него, как думаешь, какая польза в этом? Для него, ну, я не знаю. Для него это маленький Кыргызстан. Да, ну, Кыргызстан гордый, свободолюбивый народ, и я думаю, всем было, ну, ему было бы интересно узнать в нашей стране, потому что я являюсь таким, не знаю, очень люблю нашу страну, очень люблю Кыргызстан. Аналогично. Будучи в Европе, будучи в любой, любой другой стране, даже в самолете летя, я всегда рассказываю про Кыргызстан, открываю Википедию, показываю, как она пишется, где она располагается. Не Кыргызия. Не Кыргызия. Это не важно, на самом деле, да, самое главное, хоть в Кыргызстан, хоть в Кыргызию, пусть люди приезжают, смотрят, видят, какая наша страна, показываю ролики с Ютьюба, да, там буквально на дроне, да, там 3-4 минуты, чтобы люди вообще поняли, увидели, открыли для себя нашу страну и приезжали сюда. И вот я думаю, будет очень интересно с ним пообщаться на эту тему, дай Бог, вот посылая сигналы с точки зрения какого-то экономического эффекта, с точки зрения пиар-эффекта, даже для страны, если будет информация, что у нас это все прошло. Что касается, ну вот, если рассуждать для страны, а что касается Илона, ну я не знаю, какими он там категориями мыслит, о чем он думает, в каком космосе или на каком этаже этого космоса он находится, но я верю, что если ты чего-то очень хочешь, да, это может получиться, и тем более, ну я думаю, он тоже парень амбициозный, и цепляющийся, его заинтересуют какие-то нестандартные такие идеи. Клево. И я думаю, что все может получиться, все зависит от того, как мы настроимся, как мы подготовимся. Да, интересно. И, кстати, кайф этой идеи в том, что прикольно, если мы сегодня берем, грубо говоря, у Наиля интервью, а через год, два, три, четыре, это происходит, и это было бы просто клево, и это повод еще что-то снять и с вами поделиться. Еще кто-то есть? Да, и в целом было бы хорошо просто с ним познакомиться и поговорить как с человеком. Ну да. Если говорить про страну и какой-то свой личный вклад, который я на своей маленькой какой-то позиции как человек могу внести, то вот я видел бы свою роль или как бы свое желание именно вот в этом. А что касается себя лично, где-то год назад, наверное, я посмотрел интервью Никиты Ефремова, который он дал Ксении Собчак. Никита Ефремов. Это сын нашего известного артиста, актера Михаила Ефремова. И на самом деле я был под таким впечатлением, достаточно приятным, позитивным. Он интересен мне как человек и интересен, как он поработал над собой. Даже не поработал над собой, а вот мы в ходе интервью говорили про трансформацию, про то, что был один период жизни, второй период жизни. И вот мне было бы интересно с ним пообщаться как с человеком, который прошел этот путь. Или допустим... А что у него, ну вот, кличу, что произошло? Ну, я думаю, просто в ходе интервью было видно, что он достаточно серьезно, глубоко изучил себя или там работает над собой, да, с точки зрения психологии, с точки зрения какого-то такой трансформации, понимания себя, понимания людей, понимания своих границ, понимания своих слабых сторон и так далее, да. Где-то он, как мне кажется, с чем-то смирился, где-то принялся. То есть, с точки зрения человека, который идет к познанию себя и к тому, чтобы быть счастливым каким-то образом, быть полным, полноценным, так скажем, человеком, личностью, мне кажется, что вот это... Я в нем увидел человека, который проделал серьезную работу, я хотел бы на эту тему с ним побеседовать. Я думаю, если будет вот такая возможность прикрепить линк к нашему интервью, на этот интервью. Имеет место быть. Да, имеет место быть. И как можно больше людей, если бы этими вопросами задавались, то я думаю, что у нас и общество было бы здоровее, с точки зрения ментального здорового, счастливее. и я хотел бы, чтобы люди об этом узнали, ну и для себя лично просто побеседовать с интересным человеком. Клево, спасибо. Потому что там есть очень много кейсов, много историй, как он себя вел совершенно по-другому или не так, даже вот ситуация с его отцом, как мы бы все, наверное, повели себя по-другому, как вела себя Ксюша Собчак. Но я думаю, что да. Вот два человека, две таких фамилии, два имени, которые мне сразу же в голову всплыли. Ну прикольно. Вот Илон Маск достаточно очевидный выбор, но и крутой все равно. То есть я бы тоже хотел, но Ефремов это не очевидный выбор. Почему еще возникла идея встретиться с Илоном? Не только потому, что он известная личность и все с ним хотят сделать силфачок. Хотя я тоже хочу. В том, что уже на протяжении там нескольких год, может быть полтора, мы совместно с Даниаром и Милем, это как раз таки тот человек, который придумал Шамал, еще один. Кстати, приезжайте на Шамал, 2023-20 тысяч человек со всей Центральной Азии, со всего постсоветского и не только пространства. Это будет крутое мероприятие. Можно тоже оставить ссылочку. И мы с ним прорабатываем проект, который называется Батут. Это тоже, я думаю, кто знает, такие отсылочки, как вы будете запускать ракеты в космос. И здесь уже были проделаны определенные действия для того, чтобы поговорить с командой Илона, поговорить с командой Старлинка. То есть уже определенная работа проработана. И вот мы хотим обсудить не только Старлинк и интернет, но еще возможность посещения Центральной Азии и проработки этого варианта. Подожди, Батут, это в итоге что? Ну, ты же знаешь, этот прикол относительно переписку с Рогозиным, как вы будете запускать свои космические корабли на Батуте. Вот название этого проекта, Батут, для того, чтобы показать, что и на Батуте можно, так скажем, запускать, и все получится, если очень хочется. И мы хотим вот в эту тему тоже вписаться, мы хотим ее проработать и предложить. И это вообще сейчас будет грандиозное тоже мероприятие, где мы, как кочевники, будем курсировать с этим проектом по разным странам, как Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, и там будут какие-то обучающие моменты, где-то будут IT-темы, и в том числе было бы digital, и было бы отлично, как бы наша финальная такая кульминация, то, что может по видеосвязи, может физически, да, кто-то приедет из команды Илона, может быть, он сам посетит. То есть идея встретиться с Илоном и с ним поговорить как раз-таки связана как минимум с двумя проектами, которые можно было бы реализовать, и он мог бы принять участие в рамках Кыргызстана и в целом Центральной Азии. Это вот батур и Starling. Классно. Удачи тебе. Еще раз. Скажи на их, куда мы попали, что происходит, много картин, маринтировано где-то им вектор, что происходит, что это? Благодаря Шамалу, благодаря своей поездке в Латинскую Америку и в целом меня тоже интересует искусство, я все понимаю, все больше, что это меня вдохновляет. И возникла такая идея в честь нашего 25-летия, юбилея, 25 лет, написать специально под этот праздник 25 картин. 5 из них будут посвящены нашей компании и нашим характеристикам, глобальный географический охват, экспертиза и прочее. И 20 картин это проекты, которые мы реализовывали. Мы отобрали из всего нашего полутора тысячного списка проектов 20 наиболее значимых, наиболее интересных, связанных с экологией, здравоохранением, груда, материнством и детством, радикализацией, образованием. и переложить их на картины. И мы привлекли Алию Шагиеву, мы с ней первую, с кем обсуждали эту нашу творческую идею, она поддержала. Алия, привет! Мы поддерживаем тоже ее начинание. И она написала 5 картин, а оставшиеся картин мы привлекли не настолько известных художников, не настолько известных художников, для чего? Это такая наша социальная какая-то функция, роль, чтобы популяризировать культуру, популяризировать этих авторов, эти работы среди нашей аудитории. Вот здесь вы можете ознакомиться совершенно на разные тематики. Я хотел бы остановиться на несколько картинах, которые меня впечатлили. Я хотел бы оставить их себе. Первая картина это как раз Терра Баталии Шагиев проекта оценка последствий загрязнения воздуха в городе Бешкек. Больная тема Зима близко. Достаточно больная тема, но очень круто исполнено, так нежно, так приятно. И вот она меня зацепила, я хочу ее себе оставить. Следующая картина тоже это автор Алексей Клименко. Это мой бро. Это нейрографика. Это получается нейросеть нарисовала. Проект называется исследование по иммунизации детей-мигрантов на выстрелках города Бешкек и города Ош. Мне очень нравится его работа, я его просто фанат. Он бешеный чувак. Эта картина посвящена инвектору как раз таки, и она показывает наш международный масштаб деятельности компании. Видите, вот эти все точечки как раз очень синхронно синхронизируются с нашей кардой и с нашими амбициями по территориально условно нашей работе и экспансии наших услуг. Плюс еще две работы, которые меня очень сильно впечатлили, это как раз таки оценка навыков чтения и знаний математики среди учеников младшего возраста, начальной школы в Узбекистане. Мы совместно с компанией РТИ реализовали проект по тысяче школам. 950 школ в Узбекистане. Сколько респондентов было? 3,5 тысячи респондентов было опрошено, изучено, по их знанию букв, звуков и всего остального. И плюс масштабно. Вот эта картина, во-первых, девочка, похожа на мою старшую дочь, во-вторых, я ее воспринимаю как икону такую, как будто бы производить такое впечатление. И очень четко было передано такое стремление к знаниям. Это Бекиров-Азамат Холст-Масло написал, и вот очень крутая работа. И плюс вот эта вот работа, это Талиб, инвектор как катализатор социально-экономических преобразований. То есть, как раз-таки в наших руках содержится та энергия, которая из этой темноты может привести к позитивным изменениям. И вот за счет этого, я думаю, и Кыргызстан, и в целом мы развиваемся. И вот клево. Поэтому эти все работы были выставлены на нашем мероприятии, на нашем юбилее, и мы хотим дальше продолжить выставлять эти картины. Как раз таки я говорил про идею привести кубинских художников, чтобы тоже приворочить нашему юбилею двадцатилетию и там показать эти работы. А потом часть работы оставим себе, часть работ подарим нашим партнерам, клиентам, кого какая работа зацепила. Клево. Если мы войдем в список кандидатов, то мне можно одну из работ Лехи Клименко, их тут три. Ну ты выбери какую. Вот эта твоя, а я выберу вот эту. Проект оценка инфраструктуры и практики обеспечения дошкольных учреждений. Да. Это опрос по детским садам. Окей, окей. Все, я запомню. Давай зафиналим. Мы хотим нашим подписчикам дать, подарить какой-то ништяк, что ты можешь предложить. Ну вот три книги, о которых я говорил, да, я готов их подарить и плюс. Еще, если будет интересно провести со мной время, не знаю, часа, два, пообедать, и есть какой-то вопрос и желание пообщаться, да, я готов тоже это что нужно для этого сделать. Ну сегодня я говорил про два своих периода, 15-летие хардворка, да, и потом какой-то щелчок, который произошел у меня и наступил новый этап моей жизни, где я там наполняюсь энергией каким-то образом, да, мне было бы интересно посмотреть, прочитать про такие же щелчки и понимание, как было до и что стало после, да, если кто-то проходил такой же трансформационный период, это было бы очень круто, это может касаться бизнеса, это может касаться какого-то личной пересборки, да, независимость от любого возраста, абсолютно, да, то есть, я думаю, здесь вот такое переосознание какое-то может произойти в любое, и в 60 лет, и в 25, и в 23 года, поэтому вот, поскольку это синхронизируется с моими такими процессами, я думаю, вот такая тема была бы интересной, клево, самым интересным, самым таким значимым, зацепившим моментом, да, мы подарим супер, книги, супер, спасибо большое, очень рад был пообщаться, успехов, благодарю, я думаю, все увидели, узнали, что Наиль крутой, очень интересный человек, поэтому, пожалуйста, пишите комментарии со своими историями, подарки клевые, полезные, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты, вообще фидбэк по интервью, мы готовы становиться круче, приглашать новых людей, и увидимся в новых выпусках, всем спасибо, что досмотрели, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok